всем привет я дмитрий ну а это наша мастерская но из названия думаю вам понятно что занимаемся мотоциклами основное наше направление это ремонт и производство мотопластик хаггеры плуги крылья и тому подобное также иногда собираем колеса ну и различная модернизация мототехники ремонт обслуживания ну и корче строения соответственно в одной из таких модернизации и пойдет речь данным видео недовольно таки частенько задают вопрос можно ли деталь с одного мотоцикла поставить на другой и каждый раз я затрудняюсь ответить так как вроде бы детали не подходит но в принципе я знаю что поставить можно собственно это и сподвигло меня записать данное видео чтобы было понятно что в моем понимании подходит ну основную суть я думаю получилось у меня вам донести приятного просмотра такая у нас перед нами стала задача установить вот это на вот это это кавасаки ер 5 98 года старенький дряхленький повидавший жизнь ну владелец решил его немного прокачать это у нас маятник от кавасаки зефир вот выпуска неизвестен и от него же амортизаторы такие совсем набором настроек нажатие на отбой и предварительный натяг пружины также имеем колесо от зизера она пошире будет чем чем родное мы под дисковый тормоз уже соответственно родное под барабан также суппорт неизвестно от чего он но по словам владельца от yamaha r6 также китайский brembo куда без него красный классный все это родные амортизаторы убитые потекшие с раздолбанными саленблоками они не ремонтируются раздолбал и выкинул все но есть проблема в том что не несколько короче это целых пять сантиметров примерно и как их сюда ставить то неизвестно вроде бы подходит нам это уже на центральной подножке если если поставить так то про центральную можно забыть поэтому тут будем будем что-то думать ну вот собственно разобрал заднюю часть накинул колесо чтобы посмотреть прикинуть что будет к нему мы позже вернемся а вот они наши маятники этот маятник от er5 этот зефировский глупо было бы ожидать что все подойдет потому как ничего не подходит ширина этого маятника без малого 23 сантиметра этот без малого 22 сантиметра поиска этого маятника 14 миллиметров это 18 а также задней части это 33 ширина это 28 сантиметров не судьба собираем назад все как было ну и цепь звезде не подходит об и маятник уже подходит вводит свободно не люфтит честно говоря не впервые делаю такую работу когда-то давно ставил маятник себе на яву конкретно такой также ставил маятник от эсвэхи на хипса 650 ну и самым интересным было внедрение консоли от выфера на сузу кейсв можно конечно было бы рассверлить отверстие в раме под 17 оську но это для тех у кого глаз алмаз и твердая рука я к сожалению не имею ни оськи ни всего остального поэтому делаю по-своему схема проверенная схема рабочая ну а теперь поподробнее тут раньше стоял пыльник ну как здесь так и здесь стояли вот такие пыльники он у нас был один и он нам теперь собственно и нафиг не нужен потому что вытащил такие втулки длина и 50 миллиметров диаметр наружный 17 внутренней 14 с такой шайбой которая нам заменить теперь и пыльник и как упор будет служить внутренняя втулка обрезалась на 13 миллиметров тут уже это запрессована втулка с левой стороны делаю поплотней потому как будут нагрузки так как с левой стороны цепка стоит и собирается все вот так с правой стороны делаю свободней так когда-нибудь все равно придется его разбирать дабы менять подшипники вот так это но все выглядит оставляется а теперь живим колесо готово тут у нас центр центр здесь и центр здесь вот так вот она выглядит собранном состоянии на звезду внимание не обращаем это не отсюда звезда просто было 520 цепку так накинул чисто для того чтобы выставить вот по правой стороне суппорт по высоте не подходил поэтому пришлось сюда варить проставку кстати на зефировском маятнике суппорт стоит в таком же положении вверху тяга это его родная но пришлось ее укоротить немного и сместить также кронштейну было приварено ухо для крепления тяги вот сюда вытащена распорная втулка и сюда новая вытащена распорная втулка принципе и все не так сложно как как я ожидал единственное что сразу убрал зазор я не знаю это было в конкретном случае или на всех здесь русских колесах так был зазор порядка трех миллиметров я его убрал сейчас расскажу подробнее как и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот наша конструкция выглядит в разобранном состоянии. Это распорные втулки, которые с левой стороны стоят. Это родная. Это та, что была выточена. Вот видно, насколько больше пришлось ее сделать. Это нам больше не нужна. Это распорная втулка, которая идет с колесом. Стоит между ступицей звезды и самим колесом, который я укоротил на 3 мм, дабы убрать зазор, о котором я вам говорил. Вот так она вставляется. Ну, это правая распорная втулка. Этим краем она упирается в маятник. Этим краем упирается во втулку, которая была с колесом. И вставляется она вот сюда. Вот так. Теперь на очереди амортизаторы. Поставил для наглядности родной амортизатор. И от зефира. Видно, насколько... Насколько он выше, насколько не подходит. А наша задача оставить геометрию мотоцикла такой, как была изначально. Соображения по данному поводу имеются. Это родные бочонки, на которых изначально крепились амортизаторы высверлено в раме коронкой это и прихвачено пока что высверливал под каждую коронку у меня есть либо подобраны либо вытащены такие вот шайбы в частности это обойма от подшипника внутренним диаметром 30 и коронка 30 так и выставляю прихватываю и прям через нее сверлю и она уже никуда не денется ни вверх ни вниз ни влево ни вправо так вот выглядит изнутри осталось обварить выходят такие находят такие каракули и Вот и завершён ещё один этап нашей модернизации. Амортизатор уже на месте, всё обварено, точки крепления сместились на 5 сантиметров, старые, как я уже говорил, были вырезаны, из них вырезаны. Сами крепления, видно как было раньше. На их место варились усиления из толстостенной трубы. Вот так выглядит теперь это всё. Ну а дальше по распорядку установка главного тормозного цилиндра и подножек. Ну и так вот это всё выглядит в собранном состоянии. Подножки стали отлично, имеется зазор как здесь, так и здесь, ничего им не делал. Осталась мелочёлка. Найти место, где закрепить бачок. Вырезать пластик, примерно так, чтобы не мешал амортизаторам. Приварить, переварить крепления защиты цепи. А также привести в порядок всё остальное. Суппорт надо перебрать, помыть, почистить. Это привести в порядок, покрасить раму тоже, где варилась. Духи хозяин попросил вернуть на место, я их хотел спилить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну вот и завершающий этап. Начал уже сборку. Вот так вот оно всё выглядит. Тут вот бачок разместился. Место как раз как под него и было. Вот. Кронштейн суппорта. Доварил пластину сюда. На всякий случай. Оно бы так держало. Для успокоения совести. Тут тоже не стал ничего варить. Переваривать крепление. Переделал крепление на самой защите. Внутри усилил металлическими пластинами. Чтоб жёстче стояло. Тут тоже вырезано. Надо будет потирать разметку. Почему так? В общем, владелец попросил сделать всё по минимуму. Так как он не решил, что хочет от этого мотоцикла. То ли восстанавливать как есть. То ли делать какой-то проект. И, кстати, вот и звезда новая приехала. Если кому интересно. Вот её номер. На 43 зуба. Родная была на 42. Потеряется немного в скорости. Но зато добавится в тяге. Думаю, это не критично. Ну и резюмируя проделанную работу. Вся работа была проделана ни в коем случае не для того, чтобы удивить кого-нибудь. Скорее наоборот, всё должно выглядеть максимально аутентично. Но я постараюсь объяснить вам логику заказчика. В общем, в какой-то момент скончались оба задних амортизатора. Казалось бы, закажи новые, поставь и радуйся. Ну, как показали поиски, амортизаторы довольно новые, довольно-таки дороговатые. Заказать с разборки, ну это сами понимаете, код в мешке, и никто никакой гарантии на них не даст. Да и, в принципе, работа их не устраивала, заказчик. Может быть, потому что им уже подходил край. Может быть, они такие и есть, но, в принципе, это уже и не важно. В общем, посоветовавшись, мы решили, что лучше всего приобрести, ну да, пусть в той же самой разборке, но полностью задок от зефира. Ну, то есть маятник и амортизатор. Если перечислить плюсы, которые мы получили по итогу, это алюминиевый маятник на килограмм легче от стандартного. Это колесо шире на 160 от 140 оригинального, что скажется на управляемости в лучшую сторону. Это амортизаторы с полным набором регулировок. Ну и дисковый тормоз. Думаю, преимущества над барабаном понятны всем. Ну и приятный бонус – это натяжитель цепи. Я покажу вам, какие преимущества мы получили с маятником от зефира. Я, конечно, не думал, что это такой большой секрет. Ну, пока делал этот мотоцикл, мне разов десять, наверное, пришлось объяснить, как работает натяжка цепи на зефировском маятнике. Вот набор ключей, который нам надо, чтобы натянуть цепь на стандартном маятнике Kawasaki ER5. То есть двумя ключами. Мы отпускаем колесо. К примеру, отпустили. Затем расконтрагаиваем натяжные винты здесь и здесь. И дальше подтягиваем, глядя на эти рисочки, чтобы они совпадали. Тут есть выемки специально под них. Ну и дальше так вот подтягиваем. Если перетянули цепь, то приходится через проставку либо подстукивать сюда натяжитель, либо непосредственно в болт. Ну, кто ногой бьет в колесо. Это такое дело. Ну, кстати, из опыта могу сказать, что вот эти рисочки на правой и левой стороне маятника не всегда бывают на одном уровне. Ну, а это инструмент, который нам будет необходим для натяжки цепи на зефировском маятнике. Также он пригодится для снятия колеса по необходимости. Шестигранником на 8 отпускаем зажимы эксцентрика с правой и с левой стороны. Затем шестигранником на 12 просто подтягиваем цепь, проворачивая эксцентрика. Не отпуская колеса. Не выставляя мотоцикл на центральную подставку. И даже без подката. И второй эксцентрик. На том же третьем делении. Если вдруг мы перетянули цепь, то мы берем шестигранник, вставляем и возвращаем просто обратно. И все. Второй эксцентрик. Ну, в общем, как-то так. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok